Впервые сына Трака упомянут в русской летописи в 1172 году, как участник одной из многочисленных междоусобиц. Судя по тексту, Кончак уже воин с собственным отрядом. Летописец называет его «вождем половцев диких». Кончак играл важную роль в политике Восточной Европы. Как выглядел в действительности прототип волшебных сказок, неизвестно. Был ли худым и костлявым, как положено классическому образу Кощея? Нет, достаточно источников, ни письменных, ни никаких других, чтобы мы могли сделать какую-то более-менее адекватную реконструкцию внешнего вида хана Кончака. Впрочем, все выпадения из нормы современниками обычно отмечались. К примеру, хан Боняк остался в истории как шелудивый. Когда у человека есть физические какие-то отклонения, это всегда фиксировалось в письменных источниках. О хане Кончаке таких упоминаний нет.